Привітання! З вами канал Свабода Премиум. Я Юрий Дракахруст. Тема сёняшніга выпуску «Что думали беларусы у 2023 годзі?» Наш сёняшній гость – соційолях, супрацовнік доследнага Центру «Беларуская аналітичная майстерня» Олег Алампеў. Олег, прывітання! Здравствуйте! Олег, ёсць три соціологічная каманды, які працуюць в Беларусі, па Беларусі. Гэта майстерня, якую вы працтавляеце, гэта беларускай ініціатыва Чатам Хаус і група Філіпа Біканова. Майстерня робіць телефонныя апытання ў Беларусі па ўсёй країні, всього насельніцтва, а дзве іншая групы робяць онлайн-апытання гараджанам. Давайте спачатку пра, так би, мовіць, падмурак всього гэтага. Я думаю, што вы чулі меркаванні, што в аутарытарных дзержавах, в рэпрессівных дзержавах соціалігічна апытання, это ўсё пустота, это лухта. Як кажуть нікатарі, што гэта як апытання ў ГУЛАГу, ну хто ж скажа шчыра, хто ж скажа правду, все ж баяцца. І гэта страх, ўласна, все апытання паказываюць, минавіта тулькі гэта страх, нічога більш. Так, не, згодны, не згодны. Ну, я думаю, што сформулировав таким образом, мы сильно упрощаєм действительность, потому что у нас все равно есть процент довольно значительный, которые откровенно высказываются, что они выступают против существующей власти, выступают против репрессий того, как обстоят дела в стране в целом. Поэтому с этой точки зрения это будет неправильно. То есть я думаю, что опрос в ГУЛАГе показал бы все-таки, наверное, несколько иные результаты. При этом в этом есть очень большая доля правды. Нравится нам это или нет, я думаю, что абсолютно нет никакого смысла скрывать то, что мы действительно сталкиваемся с очень серьезной проблемой, вне зависимости от метода сбора данных, с проблемой страха, с этим так называемым фактором страха. И у нас есть основания полагать, что фактор страха действительно существенно влияет на те результаты, которые мы получаем. В этом можно увидеть в некотором смысле даже позитивную сторону. То есть если мы получаем результат, что у нас, например, 20% высказываются откровенно против существующего режима и существующей власти, то это значит их минимум 20% в обществе. В то же время я могу привести некоторые примеры, которые не дают нам возможность точно измерить этот фактор страха, но почему я полагаю, что этот фактор действительно важен. И мы должны признать тот факт, что он действительно существенным образом влияет, скорее всего существенным образом влияет на те результаты, которые мы получаем. И тут есть некоторое такое, я бы сказал, лицемерие со стороны социологов, когда они пытаются говорить то, что этого нет. Они, социологи, очень заинтересованы говорить то, что этого нет. Но если мы подойдем к вопросу трезво, становится понятным, что скорее всего этот фактор важен, и скорее всего он влияет очень сильно. В данный момент я провожу небольшое качественное исследование интеграции белорусов в Польшу. Исследование, которое вообще никак не касается политических вопросов. Это вопрос касается изучения языка, решения формальных вопросов, трудоустройства. Ну, тут много белорусов перевралось в Польшу, и они интегрируются в общество. Формальные аспекты есть, коммуникативные, разные есть аспекты. Так вот, сложность, с которой я сталкиваюсь при подборе респондентов, это то, что люди боятся даже те белорусы, которые живут в Польше, у которых есть польский вид на жительство, работают в Польше, которые не ездят или почти никогда не ездят, боятся участвовать в исследовании, которые вообще никак не относятся к политике. То есть белорусы в Польше боятся участвовать в исследованиях неполитических. Что происходит там, внутри страны, мы можем на схавании этого, скажем, предполагать, насколько может быть весом этот фактор страха. Мне доводилось слушать, естественно, поскольку мы проводим исследования методом телефонного интервью, я слушал, как эти интервью выглядят. И очень часто, очень сложно отделаться от мысли, что люди просто боятся. То есть на самом деле, может быть, это мое субъективное такое мнение, но мне кажется, я очень легко отличаю, когда человек говорит искренне, и когда человек просто запуган почти до беспамятства, отвечая на эти вопросы. Потому что, то есть реакция такая, сначала человек соглашает, да, он участвует, потом он начинает слышать вопросы, у него что-то щелкает в голове, и он говорит очень тихо, он говорит очень медленно, он говорит очень осторожно. Так, и видно то, что, то есть можно себе представить, что он в этот момент думает, он не кладет трубку, потому что, возможно, он думает, что его где-то там кто-то проверяет. Олег, я вас перепинюю. А вот скажите, як бы, чаго бояться, а чаго меньше бояться? Напевно, калі пытаются цивы за Лукашенко, ну, тут, як бы, понятно, что хто стич, а кае губазик. А калі, скажем, пытаются циварта Беларуси воевать в Украине, ну, може, и не бояться люди сказать, что не варта, бо, як бы, ну, и Лукашенко говорит, что не варта, и, як бы, вот, вот, ци ёсь тут некая градация, чаго, як бы, люди бояться, а чаго не бояться. Ну, так, подходя к вопросу метафизически, то есть, не основываясь на эмпирических данных, а логически умозрительно, мы можем сказать, что да, такая разница, судя по всему, есть. Так, у нас нет подтверждений, мы не можем сказать, что вот это вот бояться панически, там, уровень страха 10, а вот это вот на уровень страха 5, вот это вот уровень страха 0, да. Но можем предположить, что, скорее всего, подобное влияние, конечно же, конечно же, Олег, а далей давайте дазместу, ну, вот, при всіх тыки, як бы, аговорках, дисклеймерах, якие вот вы зробили, што зменилася у громадской думцы за 23 год? Вот, калі паравновывать с дадзинами конца 22-го году, у 23-м годзі все три команды, здаецца, два-три апытанні зробили, то есть, был и некий тренд, маленечки такі, тенденция, што зменилася? Я думаю, я на самом деле даже просмотрел перед нашим интервью и наше исследование, и исследование, которые мы, исследование других компаний, других групп исследователей, вот, и чтобы было что-то такое вот, что показывает фундаментальные какие-то различия, ну, где-то выросла поддержка какой-то от чего-то, где-то упала, да, но сказать то, что, например, у нас усиливается, да, у нас в некотором смысле можно сказать то, что общество как бы стабилизируется, оно начинает быть более уверенным экономически, где-то, возможно, усиливается поддержка поддержка властей, где-то усиливается поддержка ориентации на Россию, там, да, но сказать то, что вот у нас есть между 20-м, осенью 20-го года и 22-м годом у нас колоссальная разница, а вот между 22-м и 23-м я бы сказал то, что, наверное, нет, и опять же сказать, какие причины к этому приводят, сложно сказать, я вот смотрел как раз-таки интервью интервью руководителя белорусского проекта Чатом Хауса, так, и здесь можно много причин представить, почему подобные исследования происходят, и опять же поддержка белорусской экономики в различных формах со стороны российской экономики, то, что белорусская экономика оказалась способна адаптироваться, переориентироваться на российский рынок, и поэтому у нас как-то все происходит более-менее так, то, что белорусская в конечном итоге не участвует в войне, и в этом случае может происходить определенная консолидация, там, да, лучше уж так, чем возможные мыслимые альтернативы, глядя на то, что происходит в Украине, но здесь я бы всегда старался подчеркнуть очень важный момент, это отъезд из Белоруссии, отъезд из Белоруссии значительной части белорусского общества, то есть она может показаться не такой уж значительной с статистической точки зрения, но она очень значительна в том, какое влияние на общественном мнении оказывают эти люди, которые уехали, уехали те, которые однозначно против, уехали наиболее экономически активные, уехали люди, которые обладают определенным авторитетом и весом, которые не боялись умения высказывать, но и, соответственно, так же могло очень сильно повлиять, ну и, естественно, эти люди в выборках уже вообще никак не представлены. А скажите, вот это изменилось, ну вы уже участково отказали, это изменилось ставление до войны, потому что в 1922 год он формировался как бы с ненадского, никто в этой войне не ждал, в 1922 годе был как бы инший контекст военно-политичный, мы памятаем, как на конце года как бы год скончался под триумфом украинской армии на Харьковщине, на Херсонщине, вертане Херсона в Украине. Вот гэтые моменты яны не уплывали на ставлене беларусов до гэтой войны, до розных аспектов гэтой войны. Цеперешняя ситуация, ну, на вопрос, скажем, иншая. Если мы будем говорить о войне, то тут, наверное, было бы лучше посмотреть или начать с того, что в 1922 году, когда война началась, начало, это был шок и к концу, ситуация 1922 года, она разная. Я бы сказал, что в общем и целом отношение, восприятие, оно ближе к концу все-таки 1922 года, чем к началу 1922 года. Я тут могу сказать, наверное, так, чтобы что-то меня очень сильно удивило, что-то такое произошло фундаментально неожиданное. Я бы сказал, что происходит определенная нормализация этой самой войны. Война не является чем-то таким же острым, но когда мы говорим о том, как беларусы оценивают эту самую войну, мне кажется, что в случае вопросов о войне у нас ответы респондентов достаточно искренны. не в том году, а в этом году. Да, и Беларусь не включается в эту войну откровенно или прямо. И вот здесь как раз-таки в беларусском обществе полный практически консенсус. Мы фиксируем, что даже убежденные сторонники действующей власти однозначно высказываются очень часто против прямого влечения в эту самую войну, при этом действия России или действия какие-то какая-то содействие и помощь, они поддерживаются какой-то там частью населения. Но сказать о том, что у нас вдруг как-то все фундаментально здесь изменилось, вот я бы не сказал. Происходит определенная нормализация, люди по-прежнему остро не хотят прямого вовлечения в войну. В то же время у нас есть люди, которые по-прежнему эту войну поддерживают. Есть, естественно, значительная часть людей, которые не поддерживают. Доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. По нашим исследованиям, как и по исследованиям других групп исследуется доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. Так, и война видится достаточно несправедливой, но в том плане, чтобы население вдруг кардинально изменилось свое мнение, вот этого мы точно говорить не можем. Она воспринимается в целом негативно, определенное сочувствие есть к России, есть сочувствие по отношению к Украине, причем достаточно равномерно распределенное в обществе. Хотя при этом для России война видится часто более оправданной по нашим исследованиям. Здесь, возможно, стоит подчеркнуть такую вот вещь, которую стоило бы в самом начале сказать. У нас есть три группы исследователей, которые занимаются этими вопросами. И возникает вопрос, не возникает вопрос, а возникает, скажем, такой вот люди замечают о том, что наши результаты, которые даются тремя компаниями, они различаются, достаточно сильно различаются. Но когда мы говорим о трендах, когда мы говорим о трендах, то есть у нас, например, доли в определенных группах в ответах на определенные вопросы оказываются несколько различными. Но вот когда мы говорим о каких-то трендах, о каких-то тенденциях, мы фиксируем на самом деле примерно одни и те же явления. Вось зараз про адрознение. Я еще раз нагадаю, что белорусская аналитичная майстерня робить телефонное апытание всяго насильництва. От везки до городу. А еще две группы робят онлайн апытание и робят только горожанам. Везка гэта 10-22, 23, здаец, от сотки прикладно. Ладная частка, истотная частка. И вы недавно опубликовали параунание, доследование, чем адрознение везка от города. И высветлилося, что гэта вельми истотное адрознение. Накольки истотное и чему так моцно адрознение везка от города. Причем цикаво, что она адрознение не тольки политично, але и я бы сказал так социокультурно, бо ну иснуе уявление, что везка, колыска культуры, колыска мовы, колыска идентичности, коли завгодно. Колыска? Да, есть еще представление о том, что западная Беларусь более проевропейская, чем восточная, что на самом деле наши исследования не показывают, точнее, показывают обратно. Здесь очень сложный вопрос. На самом деле, я бы, когда мы провели это сравнение, я не скажу, что мы удивились, результат был ожидаемый. Здесь я бы не говорил о том, что есть демографические признаки, которые отличают деревню от города. Это образование, это возраст, характер работы, характер трудоустройства. Но я бы сводил это, здесь скорее мы говорим о корреляционных, то есть мы не можем возрастом объяснить разницу в мировоззрении. Здесь скорее мировоззрение, ценности, схемы восприятия действительно оценки и действительности модели поведения, то, что отличает деревню от города. Город более современный, более подверженный влиянию современных ценностей, современного искусства, более подверженный независимым медиапространству. Опять же, в городе у человека формируются немножко другие ценности. Мы говорим о том, что село в значительной мере партерналистское. То, что мы еще замечаем в селе, это такое восприятие себя скорее как объекта политики, а не субъекта. В городе ситуация немножко иная, и доля тех, кто скорее склонился видеть субъектом, то есть, тот, кто на что-то влияет, или должен на что-то влиять в стране, оно однозначно большее. То есть, село, оно здесь более патриархальное, я бы сказал, что свойственно традиционное мышление, ну и естественно традиционное мышление со всеми сопутствующими элементами. То есть, когда мы не критичны к власти и считаем, что этого делать не следует, вообще не мыслим в таких категориях, где мы стараемся не выделяться, и где вот этот нарратив советский, нео-советский, пророссийский, они достаточно тесно связаны, он оказывается таким более влиятельным, к тому же он довольно хорошо ложится на ценности традиционного общества. Поэтому я бы сказал, что вот этим здесь объясняются вещи, но я бы никогда не сводил. И это коррелирует безусловно с возрастом и с образованием. То есть, образование это в том числе критическое мышление. А здесь как раз речь идет о достаточно некритичном восприятии того, с чем мы встречаемся. И вот здесь возникает как раз вопрос о различиях, которые получаются при телефонном опросе, который представляет все население и онлайн. Но на самом деле, когда мы сравним мнение городских жителей в телефонном опросе, мнение городских жителей в онлайне, мы все еще получаем достаточно сильное различие. То есть, тем, что в нашей выборке добавляются жители села, то есть, это не является единственным объяснением. То есть, есть еще проблема самоотбора и проблема того, как в принципе работает онлайн-исследование. Они не представляют городское население. То есть, это было бы очень неправильно сказать, что они представляют городское население. Но от того, что в онлайне есть определенная проблема, это не значит то, что в телефонном все хорошо. То есть, у нас есть фактор страха, который очень вероятно даже более силен в телефонном исследовании. Точнее, у нас нет никаких оснований полагать, что он менее значим. И вот это ставит вопрос на самом деле. Здесь очень важный момент, который мне бы хотелось подчеркнуть. Вот эта вот проблема с фактором страха, она очень сложна. Но я бы не сказал, что она нерешаема. Мы можем ее решить. И тут скорее вопрос упирается в том, как сейчас проводится у нас исследование, точнее, как это все организовано. Есть определенный заказчик, есть определенный заказ, который померите, пожалуйста, общественное мнение в Беларуси под темным вопросом. И мы меряем, зная, что эта проблема есть. А вот ресурсов для того, чтобы решить эту проблему, а потом уже заняться измерением, у нас, к сожалению, нет. То есть, если бы мы имели ресурсы, так, и я думаю, что если бы мы объединили усилия с командами, которые проводят исследования онлайн, я думаю, что наши шансы на решение проблемы фактора страха были бы значительно лучше. По крайней мере, мне представляют о себе решения, как мы можем подойти к этой проблеме, и как, скорее всего, мы смогли бы ее обойти, решить, и получать более-менее корректный срез общественного мнения в Беларуси. Вот, что я про этот повод думал. Олег, и теперь, да, проблемы, якую довольно бурно обмерковывают эксперты, социологи, политологи. Это раскол. Есть раскол, нет раскола. Мы памятаем эти размобы 20-го года, Саша 300-ки, беларуский народ, антологично один, а один, ну, и памятаем даден иншага характеру, про тое, что, якбы, два полюсы, які один одного не переносит. Зинчага боку, есть, некаяся рэдина. Вот, якая ваша позиция в этой спрэчце, так, есть поляризация, нема поляризация, эти все-таки один народ, эти две Беларуси в одной Беларуси, якбы. Зависит от того, какой линейкой мы это померяем. Тут вопрос скорее не физический, а не научный, потому что можно, глядя на одни и те же данные, прийти к нескольким разным выводам. Я, слушая интервью Григория Стопеня, скажу, что я скорее с этим не соглашусь. У нас есть, у нас есть люди, которые являются убежденными сторонниками действующей власти. Таких вот радикально убежденных процентов 10. Людей, которые в целом последовательно поддерживают действующую власть, 25-30, я вот здесь с Геннадием Коршуным соглашусь, не более 30-31%, скажем так, будучи аккуратными. В то же время у нас по меньшей мере 20-21% это тех, кто убежденно выступают против. И у нас остается около 50%, мнение которых на самом деле можно сказать довольно ситуативное и не сформированное. Говорить ли в такой ситуации о том, что у нас общество является резко поляризованным, разделенным, и существует социальный конфликт, я думаю, скорее нет. Если социальный конфликт, в моем представлении, это когда у нас есть противоборствующие группы, так, она может быть, одна группа может быть меньше, другая может быть больше, но когда у нас есть откровенно две конфликтные группы, так. Опять же, от того, что у нас две группы друг друга презирают, это не значит, что социальная дистанция, теоретически измеряемая, она довольно высокая, это не значит, что в реальной жизни эти люди будут относиться друг к другу таким образом, как они это декларируют. Это называется в социологии эффект Лапьера, что когда человек на самом деле отвечая на какие-то вопросы, оказывается расистом, а на практике, когда он встречает людей, представителей этой трассы, он относится к ним уже как к индивидам, как к людям, и все на самом деле в порядке. То есть на самом деле каких-то кроме как в медиапространстве вот этого конфликта и в головах на самом деле может быть на самом деле и нет, потому что откровенно так вот у нас есть откровенно контркультурное сообщество, например, неинтегрированные мусульмане в некоторых странах Западной Европы радикальные мусульмане, которые отрицают культуру и они на самом деле ведут себя определенным, потому что здесь мы можем говорить о определенном конфликте. Можем ли говорить о чем-то подобном в современном белорусском обществе нет. К тому же одна из этих групп в значительной мере либо покинула страну, либо покидает страну, либо старается каким-то образом не показывать себя, не проявлять себя. Сложно себе что-то подобное. Сложно говорить о том, что у нас существует действительно такой острый конфликт. У нас есть различия в ценностях. Но на самом деле я не думаю, что различия в ценностях между этими двумя группами они достаточно существенны. Но если мы возьмем убежденных сторонников конфедерации Лепис в Польше и убежденных сторонников польской Левицы, я думаю, что разница будет примерно такая же. Так может это свечение просто того, что и в Польше, и в Беларуси вельми моцная поляризация, чем про то, что в Беларуси она не вельми моцная. Ну, в Польше ранее такого не было. Я бы тут разделял поляризация и конфликт. Наверное, будет правильно определиться с терминологией. Поляризация есть. Конфликта, наверное, все-таки нет. Олег, еще у меня целый, как бы, такого пласта доследований. Бо, звычайно, все-таки обмерковывают саправды, вось, такие, як бы, массовые апытания, анкеты. Але есть такие еще жанры, яким так само займаются все, дарачи, три команды, гэта глыбинный интервью. Яны, як бы, нерепрезентативные. Яны, там, ельга сказать, что там на подставе гэтых апытаньев, что вот на подставе их, значит, там, Лукашенко употребливает стольки-таки стольки. А что можно сказать? Что показывает глыбинный интервью? Як бы, якую информацию они додают до вот этих апытаньев? Ну, тут можно, на самом деле, целую лекцию дать по поводу того, чем они отличаются, что они дают. В данном случае они позволяют понять, как люди мыслят, почему они мыслят. То есть, количество исследований в очень большом упрощении нам дают какую-то статистику, процент. Вот столько-то людей согласны с таким утверждением, столько-то людей с этим вот поддержали бы такую идею, поддерживают такие политические силы или не поддерживают. А вот качественные исследования нам позволяют понять, почему так происходит. И если мы говорим о еще одном важном применении, качественные исследования нам необходимы, когда мы собираемся исследовать что-то, чего мы еще не знаем. Чтобы мы, например, не напихали в нашу анкету вопросов, которые не существуют в головах у людей и не придумали варианты ответов, которых на самом деле нет. Потому что или же не упустили какие-то важные варианты ответов, которые у людей в головах есть. Потому что в этом случае мы померяем на самом деле непонятно что. Так, для этого еще используется. Но в первую очередь, чтобы дать ответ, почему, как люди мыслят, какова логика за этим. Или же если не логика, потому что я бы тут не говорил всегда о том, что мышление наше логичное. Мышление наше может быть часто довольно образным, ситуативным и основанным на стереотипах. Вот каковы они. И опять же, скажем, на основе результатов качественного исследования очень сложно придумать способы противодействия, скажем, воздействия пропаганды. А вот на основе качественного исследования, когда мы понимаем, как человек мыслят, мы как раз таки можем извлечь что-то, с чем мы можем работать, на что мы можем направить наши усилия, если мы хотим, скажем так, сломать вот эту логику, сломать вот определенные схемы мышления и заставить человека посмотреть на вещи с другой стороны. Олег, и опошнее пытание, як бы, мовить про будущее. Мы с вами размовляем напраканцы 2023 года, як бы, что будет далее. Вы уже на початку сказали, что, як бы, в 2023 году мало что изменилось в равнании с 2022. Тем не менее, вот вы бачите некие, махчимы, на подставе доследованию, кропки изменов, як бы, кропки бифуркации, что може при намсе може пойти по-иншему, ломаючи тренд в 2024 годе. Ну, при намсе в 2024. Знаете, последние три года были настолько насыщены самыми разными вещами и событиями, явлениями, которые до сих пор не укладываются в голове, что нужно много всего себе представить на основании этого. Знаете, однажды очень лимитый человек сказал такую вещь, но в 89 году почти никто не мог себе представить о том, что вот в 91 Советского Союза уже не будет. Поэтому мы не можем ничего исключать. Если же мы говорим о том, что нас ждет в 2024 году, я думаю, что скорее всего мы не увидим мысль статистически наиболее вероятнее всего, что на самом деле чего-то фундаментально нового мы не увидим. Мы увидим продолжение борьбы с мигрантами, судя по всему, усложнение их жизни. Мы увидим продолжение репрессий, возможно, некоторые ужесточения, возможно, некоторые ослабления, возможно, ну, то есть наиболее вероятно, что скорее всего фундаментально ничего особо не изменится. Здесь можно единственное, что отметить, что мы видим также такой очень интересный момент в наших исследованиях, что очевидно, что белорусская пропаганда и российская пропаганда не настолько успешны, насколько бы хотелось властям. Ну, слава Богу, просто у нас озаренок, а не гибельс. Ну, а вот якбы назапашивание, скажем так, фигурально некага социального, политичного динамиту, что вот, якбы, и оно может выбухнуть. Ну, вы на початку сказали, что ну, да, все в свете бывает, так сказать, але яно часам сдаецся, тут только сдаецся, что это знянацку. А вот некатые наватреские змены, ну, якбы, яны рыхтовалися, яны, якбы, у них были некие операджальные индикаторы. Я так разумею, что вы их зараз не бачите? Я думаю, что это крайне, крайне маловероятно. Ну, несмотря на то, что, конечно же, мне бы хотелось, чтобы было иначе, но так, пытаясь быть объективным, я думаю, что нет. Добрый, дякую великую, я нагадаю, что с нами был социолог, супрацовник доследного центру белорусской аналитичной майстерни, Олег Алампеев. Наших шановных глядачов, я веншую за всеми святами и нагадаю, что и в наступном годе яны могут доведоваться про тое, что отбывается в Беларуси, за емежами, что думают белорусы, и все это наши шановные глядачи могут глядеть, сачить на ютуб-канале Свобода премиум. Дякую, до побачения со святами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова